В эфире на Вести FM 103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие друзья! В эту четверть часа с вами Имара Багирова и ученый-педагог, причастный к современным технологиям обучения. Развитие информационных технологий способствовало появлению новой формы образования. Контент электронного образовательного ресурса может быть представлен в виде учебников, учебно-методических пособий, самоучителей и практикумов. Большой перечень электронных образовательных ресурсов в Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова, где работает доцент кафедры истории и философии Фарид Ибрагимович Гусейнов. Университет в авангарте все-таки находится, да? В этом, наверное, не сомневаются не только преподаватели самого вуза, но и люди сторонние. Электронные образовательные средства, они в динамике. Какие новые формы появились за последние годы? Ну вот смотрите, когда мой отец писал, учился в школе. Чернилами. Да, и потом он уже стал членом Союза писателей. Его отец, мой дедушка, сказал, «Ибрагим, какой же ты образованный, когда у тебя почерк неправильный». Раньше почерк даже был красивый. Красивый, да. Но сейчас никто не обращает внимания на почерк. То есть примерно так же меняются формы обучения. И, наверное, с одной стороны жалко, немножко ностальгия такая, что вот есть мейл, там доска, можно сидеть, писать. А с другой стороны, мы видим компьютеры, люди даже уже писать не умеют, щелкают на этой клавиатуре с какой-то бешеной скоростью. Констерты, например. Есть классы, где нет компьютерных классов, но их меньше половины. Это, безусловно, видимо, все будет компьютеризировано. Но порой иногда он и не нужен, если вы что-то обсуждаете. А компьютеры нужны для того, чтобы вы что-то демонстрировали и так далее. Я лично противник этих мультиков, потому что, когда вы читаете лекцию или проводите семинар, то это напоминает какой-то фильм. То есть вы из полутора часов показываете 10-15 картинок, потом их комментируете. Студенты смотрят на этот проект, переписывают. Им не надо уметь заслушать, им не надо сокращать. Они просто берут и переписывают. То есть навыки какие-то уходят. Но, с другой стороны, такое время, когда это и есть, это удобно, можно взять всю лекцию, отправить им на почту. Они дома могут спокойно прочитать. У них нет такого, что они что-то не услышали, неправильно записали, или надо переписывать друг у друга. Это, в принципе, хорошая вещь. Но с этим есть и отрицательная сторона. В том смысле, что учить надо, чтобы человек умел учиться. А эта система информационная, она учит просто быстро извлекать маленький объем информации какой-то. И на долгое время. Да. И вот вы, соответственно, умеете быстро куда-то поставить галочку, или крестик, или, соответственно, это куда-то перекинуть, или наоборот, сохранить, скопировать и так далее, вырезать. Вот такие качества, они, безусловно, не являются фундаментальными, а все на них сконцентрировались. Недавно у нас начался курс такой для, ну, всем надо зарабатывать деньги. И одним из способов заработать деньги стал такой, что у всех кафедр стоит задача также заработать деньги для всего УЗа. Соответственно, если это кафедра английского языка, то понятно, как им зарабатывать. Например, когда был чемпионат мира по футболу, то департамент транспорта, то есть все вот эти службы, дороги, метро, электрички, их сотрудники фактически заплатили деньги нашим преподавателям, а они им давали 8 или 10 уроков английского языка, где давали некоторый набор, такой ликбез фраз английских, с которыми они должны, если столкнуться с иностранцами, как-то уметь отвечать и понимать хотя бы элементарно, как поздороваться, как показать, куда пройти. А вот, например, таким кафедрам, как история, философия и так далее, тут сложнее, безусловно, зарабатывать деньги. И мы сделали такую программу обучения по образованию, по большим таким нарезкам. И преподаватели колледжей Москвы, многие из них откликнулись, и мы им дали курс платный, обучение, после чего они получили сертификат. И я тоже участвовал в этом деле. Выглядит это так, что... Это как повышение квалификации. Да, типа того. Но им это полезно, а для них это тоже какой-то идет такой необходимый плюс. И вот я, помню, три лекции готовил, или четыре, и надо было прийти и вот там прочитать эту лекцию. Безусловно, когда ты сидишь перед экраном, там где-то невидимые люди справа у тебя на экране. Это дистанционные, да? Да, какое-то количество фамилий. Ты их спрашиваешь, видят ли они, они тебе пишут, да, видят. Ты говоришь, ну вы можете задать вопросы сюда, если у вас возникнут. И часа полтора ты рассказываешь, без обратной связи, люди там сидят. Может, в этот момент они сидят, а может быть, он одновременно слушает и... И кушает. Кофе готовит или кушает, да, или одевается, или там еще что-то делает. Конечно, сказать, что это будет обучением нельзя. Это какая-то доза информации. А они только экзаменацию в конце не проходят. Да, потом они проходят общий тест. Это опять-таки тест. То есть, вы посылаете, они смотрят, они могут всегда взять какую-то поисковику, найти там ответ. Это тоже дистанционное. Да, это тоже дистанционное. Ну, конечно, это, конечно, не проконтролируешь. И возникает вот какое-то все-таки, знаете, общее представление, что как-то неполноценно. И нет обратной связи. А потом еще сертификат-нибудь вы даете, да? Безусловно, да, конечно, так. Это же для этого и сделано. Ну, как если бы, например, вам нужно было пройти в каком-нибудь престижном месте, там, умение управлять техникой, да? Это, естественно, вы, когда здесь показываете его на работе, что у вас есть сертификат, все понимают, что вы разбираетесь в этой теме. А насколько это уже будет в процессе? Конечно, вы разбираетесь, но если бы вы, допустим, там бы получили образование, то вы были бы намного больше. То есть, ну, какой-то минимум вы получаете, но вот так полноценно. Мне кажется, современное информационное образование, оно очень хорошее в виде маленьких курсов, максимум месяц, где вы просто какую-то, не знаю, вам неизвестную тему пытаетесь, ну, как бы дополнить. Но получить образование фундаментально таким образом вы не можете, потому что нельзя заменить живого вот этого контакта учителя-ученика. Два или три года назад я полетел в Самарканд. Меня спросили в аэропорту, куда я лечу. Я говорю, я лечу в Самарканд. Они говорят, а зачем? И я ответил, хочу посмотреть могилу Тамерлана. Эта девушка, которая сидела в кабинке таможенницы, нажала кнопку, вызвала начальника, прибежал начальник. Она говорит, а что случилось? Она говорит, а он летит в Самарканд смотреть могилу Тамерлана. Я говорю, а что вас так смущает? Она мне говорит, вы знаете, а у меня виза английская, американская, шенгенская. Были открыты тогда. Она мне говорит, а вы знаете, туда едут только эти. Я говорю, кто эти? Ну, свои местные, а вот так, чтобы ехали туда. Я приезжаю в Самарканд. Там весь город европейский. Там итальянцы, французы, немцы. Они со всего мира едут. Но я к чему говорю? Я прихожу на могилу. И вы не поверите, могила Тамерлана в этой усыпальнице, черный мрамор, а перед ней в два раза выше из белого мрамора могила его духовного учителя. Тамерлан, который владел всем миром, ну, по крайней мере, половиной мира вот этой Азии, он учителя своего ставил выше себя. Ну, для этого тоже. Поэтому вот это отношение учителя и ученика духовного роста не заменит никакая цифровая система. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, важно, но никто не заменит человека роботом, да, и живое слово каким-то таким вот цифровым аналогом. Этого не получится. Но справедливости ради, надо сказать, что мы сейчас строим новый корпус, планируется девятый корпус. Это будет факультет цифровой, экономический, очень такой продвинутый. Там мы будем учить всяких программистов, вот этих вот диджитал-маркетологов. И факультет новый откроется. Да, да. И я хочу сказать родителям, у которого дети сейчас растут, чтобы они обязательно обратили внимание. Я думаю, он будет построен, ну, не так, чтобы долго, но год-два, наверное, этот процесс займет. Он очень дорогой. Половину, по-моему, этого бюджета выделяет государство, половину... На обучение, надеюсь, будет недорогое, бесплатное. У нас сейчас половина мест бюджетных, половина платных. На бюджетный конкурс выше, ЕГЭ, имеется в виду, на платный ниже. Но студенты учатся все в группах. А на одних и тех же. Не видно, кто какой. Это только бухгалтерия видит. Да, да, видно только по успеваемости. А по успеваемости, так если сравнить? Ну, конечно, те, которые балл получили ЕГЭ выше, они, конечно, и выше. Хотя были смешные случаи, когда мы видели ребят, стобальников, ну, откуда-то таких, видно, подделанных, которые по-русски так говорят не очень. И ты видишь студентов, которые прекрасно учатся, но у них не было такого ЕГЭ. Но через какое-то время, у нас есть такое правило, если ты учишься на пятерке три семестра подряд, ты можешь почти сто процентов перевестись на бюджет. И студенты многие стараются. Хороший стимул для того, чтобы учиться. Да, многие стараются. Ну, а кому это, так скажем? Неважно, потому что сейчас все-таки очень тяжело быть молодым. Я вот смотрю на молодое поколение, оно, с одной стороны, вызывает у меня большую надежду, потому что так много прекрасных новых молодых ребят приходит, и ты понимаешь, что страна не пропадет. Как бы кто ни старался, не пропадет. А с другой стороны, я понимаю, что полторы тысячи рублей в виде стипендии – это ничто. То есть государство почти мало помогает студентам, а когда мы были студентами… Когда мы были студентами, мы жили на стипендию. Да, мы могли прожить. Да, сейчас вот только на дорогу и то, наверное, не хватит. Им нужно иметь эти деньги у родителей, а некоторые родители не могут. И получается, что учиться будут дети богатых в основном, а это неправильно. И еще эти же ребята должны где-то подрабатывать. А представьте себе, если вы добросовестно учитесь… И добросовестно работаете. А где вы можете тогда ночью, что ли, подрабатывать? А как вы будете тогда утром учиться? И уже на старших курсах, там, где не надо каждый день приходить, там есть у них один день свободный, особенно когда они уже в магистратуру идут, там почти больше половины студентов все работает. Уже работает. А в аспирантуре там сто процентов все работает. Ну, работает по будущей специальности, наверное, в аспирантуре. По-разному. Я удивлялся по-разному. Ну, наша страна, она все-таки сохраняет все свои родимые пятна. Никто не отменял вот эти связи. Если у вас есть связи, то вы можете попасть в какую-то хорошую организацию, где платят. А если у вас нет связи, то вы… Ну, как у вас получится, как вот сложится. Если у вас… вам повезет, ваш друг вас позовет туда, где он работает, то вы можете там оказаться, а если нет, то вы… Потом студенты уже многие не берут на работу, им нужно иметь трудовую книжку. То есть они могут пойти там работать курьерами, доставщиками, да, какую-то доставку делать. Иногда они работают продавцами, иногда они… Многие помогают школьникам учить иностранные языки. А, ну, как репетиторы уже, да. Ну, сейчас репетиторство развивается, да, и с этим связи с СЕГЭ, так что есть у них какая-то работа. В этом году набор уже есть. Вы знакомы с кем-нибудь из нового набора? Может, среди них есть дагестанцы? Обязательно, я думаю, будут дагестанцы, потому что в наш ВУЗ с удовольствием приходят ребята с Кавказа. У нас нет никакого национализма, у нас совсем такая атмосфера. Недавно мы открыли кабинет Мунчаева Шамиля Магомедовича, увековечили его память, и он, скажем, встречается. Ну, как кабинет? У нас есть система, где учебная аудитория носят имена преподавателей. Да, ну, это интересно. Преподаватели ушедших, да? Да, да, и приходили как раз тогда. И в этих кабинетах никто не сидит? Нет, нет, это учебные корпуса, то есть студенты приходят туда, а там, например, его портрет, и написано о его деятельности, о его достижениях, о его происхождении и так далее. И ректор очень хорошо тогда сказал, когда приходили, кстати, из Паспредса Дагестана, что было бы хорошо, если бы вы время от времени собирали бы дагестанских студентов в этой аудитории и проводили бы какие-нибудь с ними такие, ну, скажем, обсуждения или там презентации, или, может быть… Может, какие-то творческие встречи, да? Да, 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 встречи. И это такая интересная была посыл. Вот. У нас есть много других кабинетов именно. Вот, например, помните Вениамин Смехов, который Атоса играл в Дартаньянах, его отец у нас преподавал, и есть у нас кабинет Смехова. Вот, и много других. Кстати, меня повесили на доску почёта, как лучшего куратора университета. Ну, я там не один, там… А курируете какой курс? Второй курс у меня был в факультете правоведения. А сейчас они уже третий, да? Да, сейчас они третий. Это бывает только первый-второй курс. Идея кураторства в том, чтобы как-то их немножко поддержать вот на этих начальных первых двух годах. Хотя мы всегда открыты, если они к нам обратятся, они уже меня знают, то, конечно, я всегда открыт к общению. И поэтому я говорю, что будет, наверное, теперь группа с первого курса, пока я ещё не знаю, какая. Фарид, ну на этом мы точку сегодня поставим. Многоточие. Многоточие, многоточие, точие. Спасибо вам. Доцент кафедры истории и философии Российского экономического университета имени Плеханова Фарид Гусейнов в ожидании встречи с новой студенческой группой. А мы в предвкушении новых встреч с кандидатом философских наук. Наук.